Власти КНР заявили, что собираются реформировать систему апелляций в Китае. Она существует в стране уже много веков и заключается в том, что каждый гражданин имеет право обратиться к центральным властям с жалобой, если его вопрос не смогли решить на местном уровне. Проблема заключается в том, что чиновники на местах зачастую пытаются препятствовать петиционерам поехать в Пекин, чтобы центральные власти не узнали о существующем положении дел. Для перехвата нанимают специальных людей и часто после задержания петиционеры попадают в трудовые лагеря или так называемые «чёрные тюрьмы» – неофициальные места заключения. Впрочем, даже те, кто до столицы доехал, свои проблемы решают редко. В основном центральные власти остаются глухими к требованиям народа, отправляя их дела на повторные рассмотрения в органы местного самоуправления. Реагируют только в случае большой шумихи. Представители Центрального бюро апелляции обещают, что такого больше не повторится. «Мы будем разбираться с отдельными случаями заключения, блокирования и перехвата петиционеров, если это будет происходить. Это не будет оставаться безнаказанным». Сами петиционеры не верят обещаниям властей. У здания, где проходила пресс-конференция, собралось несколько человек, которые пытались рассказать иностранным журналистам о своих проблемах. «Очень скоро на них стали нападать люди в штатском, вырывая плакаты. Петиционеры говорят, что это представители полиции, что таким нападкам они подвергаются постоянно». «Что вы там объявляете? Вы члены Компартии, все бандиты. Вы лишаете людей прав человека. Говорите одно, а делаете другое. Вы волки в овечьей шкуре, творите зло. Вы зашли слишком далеко». Одна из наиболее распространенных причин, по которым люди отправляются в Пекин – это насильственное выселение из домов, к которым часто прибегают органы местного самоуправления, чтобы заработать на продажу земель. Также нередко люди становятся жертвами коррупционных действий чиновников. «Они отправляют нас, обычных людей, в трудовые лагеря. У нас нет прав человека. Мы требуем прав человека. Они грабят нас. Мы требуем компенсации. Они забирают наши дома и оставляют нас ни с чем». При этом правозащитники отмечают, что петиционеры, которые попадают в черные тюрьмы, часто подвергаются путкам, избиениям, лишению сна и еды, а также психологическому насилию.